МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. 17 мгновений весны. Всероссийскую эстафету памяти Рязань поддержала краснолистым кленом. А Бор и ныне там. Когда реанимируют главную здравницу региона? Марафон победы. В бассейнах Рязани приближение памятной даты отпраздновали массовым заплывом. Сегодня Рязань поддержала Всероссийскую эстафету сад памяти. В парке имени Александрова политики, волонтеры, общественники и кадеты высадили 17 саженцев краснолистного клена. Теперь эту инициативу должны поддержать в Твери. У памятника Александру Александрову небывалое оживление. Представители власти, общественники, ветераны, юнормейцы, авторские песни советских лет звучат словно из репродуктора, но самое главное произведение выдающегося композитора, гимн страны, все поют вживую, вместе с губернатором. Акция сад памяти – дело всей страны. Памяти погибших в Великую Отечественную во всех регионах России высаживают молодые деревья. Задача с приставкой «Мега». Прямо сейчас во всей стране создаются новые сады, аллеи, парки и скверы в память о погибших в той войне. Самый жестокий за всю историю и разрушительный во всех смыслах. Она унесла более 27 миллионов жизней. Столько молодых деревьев появится в этом году на улицах городов и поселков России. Каждое дерево – символ благодарности воинов, защитившим нас от фашизма. Вместе с губернатором слова памяти и благодарности произносит ветеран Анатолий Пантюшкин. Он призывает любить Рязанскую землю, ею гордиться. Я рад, что живу на Рязанской земле. Нет дороже ее, поверьте. Самое другое, что дана нам Родина – это Рязанская земля. Я рад, честь и слава Рязанской земле, честь и слава вам, каждому. Будьте здоровы. К посадке дерева губернатор подошел со всей щепетильностью. Первый в ряду клен краснолистный и аккуратно прикопал, и притоптал, еще и обильно полил водой. Еще 16 таких саженцев встали в строй чуть поодаль. Это действительно настоящая память, память на долгие годы. Потому что деревья живут долго, долго растут, и люди, смотря на них, будут вспоминать, зачем здесь посадили эту аллею, зачем посадили сад, и кто за этим стоял. Поэтому каждого, наверное, человека, который увидит это дерево, ну, во-первых, ему будет приятно, потому что будут более зелеными наши города, наши села, поселки, будет чище воздух. Во-вторых, конечно, будет важно, что люди узнают, почему и когда это посадили. Через 20, через 30 лет они все равно будут помнить. Эстафету регионы передают друг другу по очереди. В этот день Рязани ее передал Саратов, а сама же Рязань свой священный посыл отправила в Тверь. Внутренняя региональная эстафета посадки деревьев идет параллельно. В преддверии праздника Великой Победы в Рязани волонтеры исполняют мечту ветерана. На этот раз Александру Савельеву. Всероссийская акция «Мы вместе» дает людям возможность не только поддержать друг друга, но и обменяться приятными эмоциями и человеческим теплом. По полю пушки грохотали, танкисты шли в последний бой, и молодого лейтенанта несли с пробитой головой. Исполнять мечту ветерана – традиция совсем молодая. Но уже считаются у волонтеров серебряного возраста одной из главных. Даром, что им самим за 60. К участнику Великой Отечественной войны Александру Ивановичу Савельеву активисты пришли не с пустыми руками. От волонтеров отряда «Аргентум плюс» прозвучали любимые песни и стихи для ветерана. Но было и кое-что материальное. От лица руководства Комплексного центра социального обслуживания населения Рязанской области поздравляем вас с этой знаменательной датой, с Днем Победы русского народа в Великой Отечественной войне. Спасибо огромное. Это вам. Смешно делали откроет. Живание магии огромное. Ах, разрешите. Акция «Исполни мечту ветерана» – инициатива всероссийская. Под эгидой «Мы вместе». Волонтеры, сотрудники центров обслуживания населения и просто неравнодушные люди дарят пожилым творческие номера и подарки, сделанные своими руками. На протяжении недели сотрудники нашего учреждения вместе с серебряными волонтерами отряда «Аргентум плюс» поздравляли наших ветеранов, которые стоят на социальном обслуживании в нашем учреждении. Они подготовили самостоятельно рукотворные праздничные открытки, вручали им на дому, пели для них песни военных лет, читали проникновенные стихи. Поздравления и подарки – это, конечно, хорошо, но главное все же – исполнение мечты. Александр Иванович давно хотел побывать на могиле жены, но самостоятельно это сделать не мог. Из-за проблем со здоровьем. Волонтеры протянули руку помощи. Будь спокойно. Я, кажется, каменной стеной здесь. В годы войны Александр Савельев с утра и до поздней ночи работал в поле. Тракторов в то время, понятное дело, не хватало, поэтому все делали вручную. Пахали, сеяли, обрабатывали. Как говорит Александр Иванович, мы были в едином порыве. Все для фронта, все для победы. Для нас было в то время, как деликатес, картошка. Хотя у нас 40 соток, все сдавали. Все для фронта, все для победы, все для разгрома врага. Фронт и тыл были едины. Сегодня, в свои 93 года, Александр Иванович считает книги и интересуется политикой. А еще оказывает помощь студентам юридических факультетов. Разбирает с ними темы, объясняет и передает свои знания другим. В общем, живет по-прежнему с патриотизмом в душе. Многолетняя эпопея вокруг главной здравницы региона санатория Сосновый Бор, похоже, завершена. На скаме подсудимых отправился человек, который, похоже, рассчитывал не ремонтировать, а распродавать. А ведь здесь совсем еще недавно снимали кино. Но, как считает Валерий Седов, безжизненно эту коробку называть все же не стоит. За мной спиной печально известный санаторий Сосновый Бор. В 2017 году здесь отключили газ и воду за неуплату. Следственный комитет арестовал все имущества. Главное, даже в этом темном царстве забряжил лучик света. Здание пообещали отремонтировать. Однако здесь не обошлось без плохих новостей. Обещали, что эти стены получат вторую жизнь. Примерно так и получилось. Вон там, видите, кипит работа на крыше одного из зданий. Могло бы появиться и оборудование для котельной, но здесь уже не срослось. И вот что помешало. Осенью 20-го руководитель фирмы, которая и занималась техническим перевооружением котельной, по версии следствия, передал, как это звучит в материалах дела, незаконное вознаграждение президенту Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. В открытых источниках называется имя Сергея Антонова. Сумма взятки приличная – 3,4 миллиона рублей. Вознаграждение было как за сам договор, так и за беспроблемную приемку работ. Видимо, чувствуя безнаказанность, руководитель решил и вовсе, что называется, пойти в разнос. Начал готовить санаторий к продаже недвижимого имущества. Примерно на полмиллиарда, по самым скромным подсчетам. В ходе приготовления к преступлению обвиняемый приискал средства его совершения. Фирму, которая оформила на подставное, полностью подконтрольное ему лицо. После этого, умело манипулируя членами совета фонда, убедил их принять ряд решений, в результате которых уменьшил размер уставного капитала общества санаторий «Сосновый Бор» с 87,7 миллионов рублей до 10 тысяч рублей. И продал 100% доли в уставном капитале общества, вышеуказанной, полностью подконтрольной ему фирме. Как считают следователи, имущественный комплекс санатория фигурант рассчитывал распродать на корню. Схему раскрыли сотрудники регионального управления экономической безопасности совместно с ФСБ. Весной 2021-го Сергея Антонова заключили под стражу. Следственные действия по уголовному делу завершены. На основании собранных следствием доказательств экс-президенту Рязанского областного фонда социальной поддержки населения предъявлено обвинение в окончательной редакции, в коммерческом подкупе в особо крупном размере и приготовление к растрате совершенным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. В настоящее время выполняется ознакомление обвиняемого его защитника с материалами уголовного дела. За совершение коммерческого подкупа обвиняемому грозит до 12 лет. За растрату с использованием своего служебного положения еще 10. Обе статьи с припиской в крупном размере. Но на ремонт самого санатория это повлиять не должно. Сосновый Бор возобновит работу в сентябре в новом качестве. Глава региона это твердо пообещал. В ходе отчета перед депутатами областной думы Николай Любимов заявил, что комплекс будет многопрофильным социально-реабилитационным центром. Теперь там будут не просто поправлять здоровье, а проходить реабилитацию как взрослые, так и дети. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Второй раз накануне празднования Дня Победы в Рязани проходит акция «Эстафета Победы». В прошлом году ее проводили только в бассейне «Аквамед», а в этот раз городская география стала шире. Впервые плавательная эстафета, посвященная Дню Великой Победы, прошла в прошлом году в бассейне «Аквамед». В этот раз география проведения расширилась, как и количество участников. Задействовали все три вузовских бассейна в нашем городе. Плывут ребята. Я надеюсь, на следующий год мы, может быть, еще дальше пойдем и задействуем фоки в районах области. Может быть, поплывут и дети, школьники. И вот таким плавательным марафоном мы еще раз напомним ребятам, потому что действительно наше поколение много видело и знало, а этим ребятам нужно рассказывать. И больше и символов, и знаков. И я уверен, это очень полезно и нужно. Поэтому будем работать, будем помнить. Заявленная ректором Медуниверситета цель с помощью таких мероприятий точно достижима. Даже самые юные участники с гордостью говорят о важнейшем для нашего народа празднике. Мне захотелось, чтобы смотрели на меня и просто проплыть хотелось. А вы знаете про такой праздник, День Победы? Конечно. Он будет 9 мая. А чего он посвящен, этот праздник? Знаете? Ну, к тому, что наши победили. Была Великая Отечественная война и наши победили. Для маленькой спортсменки Ани эта эстафета стала первым взрослым стартом. Но вполне осознанным. Кроме того, что все участники популяризируют такой прекрасный эстетический вид спорта, как плавание. Которое дает, в принципе, занятие плаванием, дает основу для развития организма для любого вида спорта. Ну и, конечно же, в канун такой великой праздничной даты, участие в данном марафоне, эстафете победы, это вклад, вклад, дань памяти героев, наших предков, дедушек, бабушек, которые защищали нашу родину и дали нам возможность вот так жить, заниматься спортом. Впрочем, масштабные заплывы – это сегодня не столько про спорт, сколько про сохранение памяти, чтобы чтили. Это важная часть нашей истории, нашей страны, и мы не могли пропустить это мероприятие. Это победа наших предков все-таки, они часть этой истории, если бы ее не было, то мы не знаем, что бы сейчас было с нами. Мы должны помнить наших победителей, что это действительно был великий день, день победы. Мы должны помнить наших дедов, прадедов, всех, кто погиб на этой войне, всех, кто остался жив. Тех, кто застал страшные события сороковых, с каждым годом все меньше. Но бережно хранить память о подвиге великого народа, передавая из поколения в поколение весть о победе, наша прямая обязанность. Я внук участника Великой Отечественной войны, а сегодня здесь участвуют дети, которые являются правнуками великих людей Великой Победы. Всегда я говорил, как военный человек и буду говорить, пока жива память, они живы для нас, наши герои, благодаря кому мы сегодня живем, обучаемся. И я уверен, что вот это нас объединяет, это дает нам возможность двигаться дальше, и этим сильна наша Россия. В аквамеде эстафету Победы проплыли чуть больше ста человек, примерно столько же в бассейнах классика и радиоволна. Профессионалы, любители, преподаватели и студенты всех объединило в этом порыве одно – память о Великой Победе, гордость за народ-победитель. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!